Всем здорова народ, вы на канале Бублик Ченнел и сегодня у нас с вами обзор на месячный обзор за октябрь 2022 года на МТА провинции. Дело в том, что играть на провинции я пока что не могу, скорее всего данный ролик выходит после ролика, в котором я рассказывал про свой бан, а может быть до. Не знаю, короче, как он выйдет, так он выйдет, но в целом ситуация уже понятна, у меня перманентный бан за читы. И, кого интересуют подробности в том ролике, который выйдет либо то, либо после, вы все узнаете. Суть не в этом. Месячный обзор выходит, я его сейчас немножечко поглядел так глазками и там очень много всего интересного, поэтому прямо сейчас усаживайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра, ну а мы с вами начинаем. Итак, по стандарту месячный обзор у нас начинается с того, что у нас подводятся итоги за прошлый месяц, что было добавлено. В целом, перечитывать это заново не вижу смысла, тут в целом все, что мы и так знаем, поэтому перейдем сразу же к первому, с чего я хочу начать. Это с опроса, какие квесты понравились вам больше других. Я участвовал во многих, во всех нет, но во многих. Но проголосовал за Хэллоуин 2020, потому что... О, Дана за него тоже проголосовала. Красава, красава, да, она шарит, за что голосовать надо. И Бумбол, кстати, тоже проголосовал. Вот. Да, я проголосовал за этот квест, потому что на нем я выиграл Камару, ту легендарную, которую потом пришлось встретить в гос, потому что администрация не захотела мне возвращать фары после того, как эти фары валютчик снял. Ладно, не будем о плохом, лучше перейдем к тому, что у нас сейчас будет в работе. Не забывайте, ссылка на проект находится в описании под роликом. Обязательно скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной, если, конечно, я продолжу развиваться и меня, наконец, разбанят. Вот. И страшно, и смешно. Ну, не суть. Лаунчер. Про лаунчер я немного прочитал, и, короче, добавляется 12 штук каких-то кластеров, я вообще хер знает, что это, но нам говорят о том, что теперь скорость на скачивание обновлений будет выше, что очень круто, потому что, как вы помните, раньше, когда выходит какое-то обновление, вы прям паритесь, потому что очень долго скачивается, а скачивается надолго, из-за того, что все игроки пытаются скачать, большая нагрузка скачивается долго. Будет быстрее. И вот здесь написана очень интересная вещь. Некоторые игроки, при знакомстве с первой версией лаунчера, попали в сильную волну багов, неизбежных приотладки. Теперь я относился к нему с подозрением. Это про меня. Я отношусь к лаунчеру с подозрением, хотя, справедливости ради, в последнее время, когда я им пользовался, он работал просто идеально. Он отрабатывал на все свои 100%, и это очень приятно. То есть, сейчас я уже могу сказать, что это рабочая штука. Вот где-то полгода назад я записывал видос про скачивание правильники, и там я сказал, что не качайте лаунчер. Сейчас я уже могу с уверенностью сказать, что лаунчер работает, и пользоваться им можно. Транспорт. Эти автомобили мы с вами не все, но многие могли увидеть при добавлении прошлых тачек. Да, эти тачки случайно слили, и их случайно увидели. Я об этом не говорил в обновлении, чтобы не спойлерить, хотя об этом знал, можете меня за это поблагодарить, можете не благодарить. Не знаю, но вообще, мне кажется, я правильно поступил. Ну, не суть. BMW X5 E53. Ну, легенда, легенда. Да, это не X5 MF85, конечно, но тоже ничего, такая тачка. Возможно, куплю ее, не знаю. Какой-то особенной любви к этому автомобилю нету, просто там H5 написано, как у меня на моей любимой тачке, поэтому чисто ради этого можно было по приколу взять. BMW E39. Тоже легендарная тачка, но, опять же, какой-либо любви у меня к ней нет. Следом идет Mercedes V210. V210 MF, это, по-моему, Lupata его называют, да? Lupata. А, ну вот, да, тут написано, что призван Lupata. Прямо на немецкую классику потянул разработчиков, карпакеров. Хорошие машинки, хорошие машинки добавляются. Но, следом, Toyota Tundra. Наконец-то конкурент этому Shelby. Shelby же вот сейчас, да? Ну, Shelby, по-моему, вот этот большой Raptor, который раньше был. По-моему, и сейчас Raptor, но просто модификация Shelby. Я не шарю, короче. Вот. Наконец-то нормальный большой пикап, который будет прям хорошо раздавать. Ну, раздавать в каком плане? В плане внешки. Выглядит он просто потрясно, поэтому жду, не дождусь. Покупать вряд ли буду, но протещу. Lada Vesta Sport. Кратко. Закончена работа. По полностью новому салону. Дуд тесты. Ждем осталось чуть-чуть. Которую Sport, Vesta. К Vesta у меня вообще особенная любовь. Как вы знаете, ради Vesta я был готов отлететь в первый матч. В принципе, что и произошло. Буду вспоминать это теперь всю жизнь. Про неоднократно показанный ранее Maybach. Тоже не забудем упомянуть. Путешествие по простору моделинга. Подходит к концу. Мы близимся к вичной прямой. Пока посмотрите на модель еще одного красивого ракурса. Ну, красота. Красота. Для метрополитенов Приволжско и Невского. А-а-а. Неплохо. Неплохо. Незабываемый прополитен, который вернется к работе через какое-то время после релиза новой версии игры. Не так давно было зашелся работать над новым составом для каждого из трех городов. Охренеться, как они четко выглядят. Причем, знаете, такая мельчайшая проработка к деталям. К деталям, посмотрите, как оно все проработано. А ведь там даже цифры видно, елки-палки. А ведь это всего лишь транспорт, который будет в метро. И на нем будут работать люди. И, ну, метро вообще, когда оно было на правительстве до того, как его убрали, им вообще никто не пользовался. На нем просто работает. Ну, вы посмотрите на эту проработку деталей. Как же это круто выглядит. Может, какие-то будут планы на то, что прям действительно все будут им пользоваться? Ну, не знаю. Ну, потому что, ну, прям постарались. Даже камеру установить. Прикиньте, сегодня еще работали прям. Реально было бы круто. Стресс-тест. Сервер недавно был закрыт на профилактику. Мы собрали футбол по хендлингу большого пака авто. Продолжаем обработку информации и правку настройку управления. После обкатки под какой-нибудь предрелизный пак настройки протестируем вместе с вами. Поэтому, автомобильные эксперты, аналитики, готовьтесь. Нам с вами предстоит много интересной работы. Как же я боюсь за X5, ребята? Как я боюсь за X5? Пожалуйста, товарищи разработчики, не разрешайте читерам играть на стресс-тесте. Я сейчас не про себя говорю. Я говорю про других читерам, которые там играют и портят игру чувакам, которые решили действительно, зашли действительно протестить что-то. Читерам не место на проекте. Не нужно им поощрять. Я понимаю. Я помню, когда нужно было нагрузить сервер, и вы запустили читеров. А сейчас нагружать сервер не надо. То есть, вы не проверяете больше, насколько я знаю, что там происходит. Поэтому я считаю, что читеров нужно не пускать туда, чтобы они там не проверяли свои читы на работоспособность. Пошли они в жопу. Дорога им закрыта должна быть в целом на проект. Это мое личное мнение. Кто с ним согласен, пишите об этом в комментарии. Кто не согласен, тоже пишите об этом в комментариях. Параллельно мы начали большой масштабный процесс переработки нашего форка МТА провинции чистого лица. И что такое переработка форка, я не знаю. Короче, на простом языке, понятный мне и, возможно, понятный вам, что-то сделают, и провинция станет быстрее. Запускаться, и там что-то с этим связано, скачивать какие-то файлы. Думаю, теперь вы все поняли. Я просто не понял сначала. Когда мне пояснили, я тогда понял. Интерфейсы. Что еще происходит за кулисами разработки? Сложно представить системы без дизайна интерфейсов. Давайте поговорим о самых актуальных, горячих и сексуальных, что аж подойдет. Первым идет интерфейс Астасалона. Мы полностью переделали визуальную часть выбора авто и его комплектации. Цвета теперь зависят от модели. Для каждого авто будет свой фирменный набор. Разумеется, останется фотоизжим и, возможно, взять машину на тест-драйв. Но слева, я так понимаю, это... Да, смотрите, ребята, я вычислил. Слева это сами автомобили. Что это за звездочки рядом с ними, я не понимаю. Есть какие-то две кнопочки. Это, наверное, цвета красный и зеленый. Тут можно что-то еще нажать. И здесь можно будет купить тест-драйв и выход. Наверное, так. Также, я так понимаю, у нас изменят интерфейс телефона. Телефон второй. На очереди он будет полностью переработан. Ну да, тут какие-то прям штуки-дрюки красивые. Не знаю. Но меня, в принципе, сейчас телефон устраивает. Система аксессуаров. На время празднования Хэллоуина была добавлена возможность приобретения, настройки и экипировки масок и аксессуаров. Судя по многих численных узлов, вам эта тема понравилась. Да и нам тоже. Особенно рисунок Хаги-Ваги. Я его себе на плечо посадил. Было классно. Инвентарь. Та-дам. Инвентарь получается сочный. Мы постарались собрать его в функционале все, чего не хватало в других играх. Он сделан с душой. Просто персик и конфетка. Но ладно. Перечислять все его достоинства сейчас не будем. Самые глазастые будут внимательно разглядеть с решет и увидеть на любое интересное для себя момент. Я сейчас посмотрю. Важный момент. Это технический интерфейс. Главная задача которого дать нужный опыт взаимодействия. То есть визуальная часть может сильно изменить. Так. То есть на дизайн мы не смотрим. Именно на самого инвентаря. Я вижу конус. Мы сможем расставлять предметы. Я недавно радовался. Я недавно восхвалял Гринтэдж за то, что там можно расставлять предметы. А теперь на провинции можно будет то же самое. Но! Вы это сможете прям в руку взять и поставить. Это повысит качество РП ситуации. Потому что какой-то ДТП. Приехали менты. Отделили все конусами. Круто. Зонтик. Ну, те, кто играет с дождем, им понадобится. Смотрите-ка. Тут еще можно полистать. И вот это настоящая дичь. Это, я так понимаю, часть предметов, которые точно попадут. И тут их охренеть как много. Мы видим тут оружие. Мы видим тут патроны. Причем разные. Наверное, типа для пистолета и для автомата. Наверное, такое различие. ХЗ. Калаш. Какой-то серый калаш. Сигареты. Ёлки-палки. Тут куча всего. Да. Куча-куча-куча всего. Рюкзаки. Одежда. Да. Инвентарь обещает быть очень-очень крутым. Пока на улице холодно и сыро. Проводите время с друзьями на провинции. План действий. Укутаемся в теплый пред. Завариваем чай. Готовимся к зимнему сезону. Желаем вам приятной игры. С любовью, команда GST Project. А вы знали, что на провинции есть модель арбуза? Я подумал над этой информацией. Но вообще, ХЗ. На этом наш месячный обзор подходит к концу, ребята. Очень много годной информации. Очень много всего интересного. Надеюсь, для тех, кто не любит читать, а любит смотреть мои видосы, была полезна эта информация. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до встречи, ребята. Всем удачи. Всем пока-пока. Ну, а если хотите продолжения месячных обзоров, то пишите об этом в комментариях.